Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время говорить» – обзор сегодняшних событий в изложении наших авторов. Главные информационные темы сегодня таковы – веселые арестанты. Сегодня начался процесс по делу бывшего начальника Рязанского ГИБДД Александра Алфосова и его подельников. Все было просто, до слез. В Спасском районе расследуется очередное преступление на бытовой почве. Здравствуйте! Вам вещание телекомпании «Город» открыто в нескольких крупных райцентрах региона. А теперь обо всем подробнее. Сегодня в советском суде Рязани началось рассмотрение так называемого «дела Алфосова». Бывший глава местного горишного ведомства и его сотоварищи Валерий Вышинский и Игорь Тесленко натворили всего, что умещается в целых три десятка томов увлекательного уголовного романа, никак не меньше. Да и сами персонажи весьма колоритные. Никакого внешнего раскаяния, в клетке шуточки, смех. Вот как весело себя чувствуют в России люди, которых судят по весьма серьезным обвинениям. Здесь и взятки, и злоупотребления. Ну, в общем, все, чем богата сейчас криминальная начальственная Россия. Почему такая бравада? Ну, может, своего рода протест, может, обычный цинизм, а может, и знают люди, что дальнего срока не получат. Как-то не сажают у нас высоких начальников? Стесняются, что ли? Был в суде и вспоминал обстоятельства громкого дела Глеб Галушкин. На первом судебном заседании подсудимые, а это бывшие высокопоставленные сотрудники Рязанского управления ГИБДД, вели себя весьма уверенно, а порой даже вызывающе. До начала заседания экс-начальник областной дорожной полиции Александр Алфосов и его бывшие заместители Валерий Вышинский и Игорь Тесленко спокойно общались между собой, обращались с шутками к журналистам, советовали телеоператорам, как их нужно снимать. В начале заседания на вопрос судьи о месте работы Александр Алфосов заявил, что считает себя по-прежнему начальником Рязанского ГИБДД. После установления судом личности обвиняемых, журналистов попросили покинуть зал. Напомним, следствие установило, что экс-руководство областного ГИБДД в лице Алфосова, Вышинского и Тесленко принуждало своих подчиненных за деньги выдавать так называемые красивые номера, а также водительские удостоверения. Также деньги обвиняемые получали от сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, они получали взятки от предпринимателей за непривлечение их к административной ответственности и за выделение служебных автомобилей сопровождения при перевозке крупногабаритного груза к месту строительства. Всего же обвиняемым вменяется в вину получение взяток на сумму более 2,5 миллионов рублей. Расследуется сейчас и громкое дело, связанное с трагедией в Спасском районе. Здесь была обнаружена легковая машина с телом ее хозяина. Убийство налицо, а вот обстоятельства выяснялись по ходу работы следователей. Обо всем рассказывает Олеся Харлина. Брошенную шестерку обнаружил местный участковый полномоченный. В салоне тело хозяина машины. Погиб по большому счету по своей же глупости от руки товарища. Как выяснилось, инцидент произошел за два дня до этого, 4 апреля. В гости к задержанному и его подруге приехал погибший тоже со спутницей. Но почему-то стал уделять чрезмерное внимание хозяйке дома. Во время танцев намеки стали еще навязчивее. Нахальный гость норовил ухватить женщину за различные места. Мне это очень понравилось. Я его предупредил. На что он мне ответил, что не обращая внимания, ничего страшного не происходит. Мы с ней знаем другого. Многие друзья. По словам задержанного, он буквально оторвал друга от своей дамы и несколько раз ударил мужчину по лицу. Тот, видимо, неудачно оступился, упал и ударился головой о дверной косяк. Он какое-то время как будто был в обмороке. Потом вроде как очнулся. Потому что я послушал, он весь пугался, начал кричать, прям паника началась. Потому что я никогда не мог думать, что в ходе там какого-то рукоприкладства вообще, можно сказать, нечего, конфликта, получится такое происшествие. Подозреваемый вынес тело погибшего с дома, поместил в автомобиль последнего. Автомобиль он оттащил, то есть оттолкал в сторону на расстоянии около 300 метров от дома. Логика задержанного железная. Он подумал, что товарищу срочно нужно на свежий воздух. Видимо, для этого убедил свидетелей помочь ему перетащить тело на заднее сиденье шестерки. Ключи оказались в замке зажигания, но завести автомобиль не получилось. За преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В его биографии уже есть уголовный срок. Как раз за преступление против личности. Между тем, погода прошептала и в Рязани начался активный ремонт дорог. Сейчас, сообщают городские власти, идут восстановительные работы на одном из участков улицы Радищева. Также в эти выходные проводился ремонт на пересечении улиц Ленина и Соборной. Сообщается, что так называемый ремонт картами пройдет на 10 дорожных участках, в числе которых зону возле остановки общественного транспорта, цирк, проезд Шабулина, Народный бульвар, перекресток улиц Дзержинского и Гагарина, а также улица Краснорядская. Полицейские сообщают, в минувший уикенд в Рязани выявлено 4 нарушения по фактам торговли пивом. А кроме того, обнаружились в который уже раз нелегальные горные клубы. Изъят около центнера пива в первом случае, а также покерные столы, рулетка, игровые фишки во втором. Так что и пьют у нас, и азартные играют. Ну и попадаются, конечно, а как же. На днях в спортивном манеже областного МЧС прошли соревнования спасателей на кубок федерального ведомства. А зрелище было еще то, а потому что спасательный спорт вобрал в себя все самое зрелищное из пожарного многоборья, а также немало интересного из профильных видов. Затем, как соревновались настоящие мужчины, наблюдала Наталья Новикова. В манеже главного управления МЧС Паризанской области завершились соревнования на кубок МЧС России по спасательному спорту. Команды состязались на 100-метровой полосе препятствий. За минимальное время им необходимо было преодолеть тоннель, разрешенную лестницу, забраться по приставной лестнице настроения, оказать помощь пострадавшему. А все это отводилось по нормативам не более 20 секунд. Но это норма, а не результат. По итогам соревнований победу одержал Артем Тишкин из Курской области. Второе место занял Юрий Волков, спортсмен сборной Курской области. На третьем – Павел Бельский из Москвы. По словам начальника Центрального спортивного клуба МЧС России Андрея Калинина, во время соревнований спортсмены показали высокие результаты. Установили два рекорда России на специальной полосе препятствий и 100-метровой полосе препятствий. Кроме того, на состязаниях несколько участников выполнили норматив мастера спорта. Здесь все реальные вещи. То есть это аварийно-спасательный инструмент, значит, ликвидация пострадавшего. Это жумары, это подъем на четвертый этаж по жумарам. Это, значит, другие, так сказать, инструменты, которые необходимы для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ну и также здесь и скорость, и умение, так сказать, ориентироваться в чрезвычайные ситуации, в сложные ситуации. И преодоление препятствий. То есть все приближено к реальным условиям чрезвычайных ситуаций. После соревнований состоялась церемония награждения. Заслуженные кубки, грамоты и ценные подарки победителям и призерам вручили начальник Центрального спортивного клуба МЧС. Россия Андрей Калинин, временно исполняющий обязанностям начальника Главного управления МЧС России в Рязанской области Сергей Самойленко. Главный судья соревнований Вячеслав Мишакин. Почетный ветеран пожарной охраны Рязанской области Михаил Шабуров. Среди образовательных учреждений победу на соревнованиях одержала команда Воронежского института ГПС и МЧС России. Среди регионов сборная Забайкальского края. Еще одна новость. Наша телекомпания начала вещание в нескольких районах центра Рязанской области. Так нас видят теперь в Ряжске, Скопине, Новомичуринске, Кораблине. Так что всем привет, дорогие наши обретенные зрители. Мы решили познакомиться с нашими новыми эфирными городами, площадками, что называется, впрямую. И сегодня первая телезарисовка снята в Новомичуринске в эти выходные. Город Новомичуринск. Возник он совсем недавно, в 1968 году, как поселок строителей Рязанской ГРЭС. В 1981 году город получил уже привычное всем нам название в честь ученого-селекционера Ивана Владимировича Мичурина, который родился недалеко от этих прекрасных мест. Что примечательно, в самом Новомичуринске пока нет ни одной улицы, названной в честь знаменитого биолога. Совсем недавно наша телекомпания начала свое вещание в местной кабельной сети. Небольшой опрос местных жителей показал, что пока мало кто в курсе последних событий. Мы из города Рязань. Теперь мы будем вещать у вас, рассказывать и про Рязань, и, собственно, про Новомичуринск. Как вы думаете, насколько это интересно и важно для жителей вашего города? Ну, конечно, интересно новости знать, как город строился, что идет, какие новости в городе, где что делается, где что происходит, о порядке, о чистоте. Все это интересно. Я считаю, что очень нужно и интересно. То есть жители должны знать не только то, что происходит в городе, но и в области, то есть районе. Такие более глобальные, интересные события. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих посетить город, то есть увидеть его, покупаться, прекрасные озера, то есть отдохнуть, посмотреть достопримечательности. Ну, попробуйте, может, пойдет. Сейчас это в моде, что-то новое открывать. Если это еще, говорится, нигде не проходит, в других районах, может, вы еще не проходили, начните с нашего района. Мне кажется, у нас город молодой, молодежи очень много, и я думаю, такое дело ваше пойдет. Желаю вам успехов. Пока что, к сожалению, никто практически не знает о том, что мы здесь есть, но мы надеемся, что в скором времени люди начнут смотреть наши программы, им будет интересно, увлекательно, будут ездить в Рязань, мы будем приезжать в Новомичуринск, ну, такой своеобразный обмен опытом и знаниями. Небольшой город собрал в себе все традиционные памятники и строения. Вот и стало защитником Отечества через дорогу Центральный парк, по которому с удовольствием прогуливаются жители Новомичуринска вместе с детьми. Здесь располагается игровая площадка. Новая, большая, красивая. Кстати, в парке ежегодно проходят конкурсы на лучший скворечник. Разноцветные домики для птиц являются неотъемлемым украшением этой местности. Недалеко от парка расположен дворец культуры «Энергетик». Именно здесь проходят все общегородские собрания, выпускные и другие важные события. Ну, а по соседству с ДК построили спортивный комплекс «Дельфин». Здесь мы без труда отыскали и его директора, который возглавил грандиозный субботник, чтобы привести территорию комплекса в порядок после зимы. Сегодняшнее число объявлено общим городским субботником. И сейчас вообще идет месячник по благоустройству города. И, собственно, все организации свои трудовые десанты отправляют на различные территории. Но у нас территория спорткомплекса, она огромная, она зеленая, она красивая. Вот, занимаемся ее уборкой, готовимся к летнему сезону, ну, чтобы все было красиво. Ну, город молодой, город зеленый, и он должен быть такой вот, так и поддерживаться. Об этом телеканале, может быть, и слышал, но пока вот еще не видел лично. Ну, просто в силу того, может быть, просто свободного времени его минимум. Ну, а вас мы будем ждать, приглашать на различные мероприятия. Они у нас практически каждую неделю проводятся. Будем с довольствием вас смотреть и у себя в городе. По словам местных жителей, этот понтонный мостик шириной в одну машину разделяет две речки – Проню и Галинку. Отсюда, кстати, открывается прекрасный вид на виновника создания тихого и красивого Новомичуринска. Рязанскую ГРЭС – одну из крупнейших в России тепловых электрических станций. Но об этом уже не сегодня. Вот такая небольшая экскурсия по городу, в котором теперь есть еще чуть-чуть Рязани – нашей телевизионной. Такие ознакомительные зарисовки мы планируем привозить из других городов, где вещают наши телекомпании. А затем начнем в хорошем смысле активно интересоваться жизнью их обитателей, то есть ваши дорогие зрители. И еще сегодня началась Страстная Седмица. Самое строгое время года о том, как полагается провести эти дни в традициях православия. Сегодня в проекте подробности расскажет протоиерей Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии. Это будет уже совсем скоро. А у нас на сегодня все. До встречи в эфире телекомпании «Город». Всего доброго. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»